Прекрасные пропорции, отличное тело, очень хорошо сбалансированный ход, роскошная шерсть, знает свое тело, правильная форма. Профит с небольшим, очень мягким изгибом, низкие исходы, очень серьезное выражение лица и прекрасная текстура шерсти. Отличный темперамент, видим, что Кату нравится, это Катавасия. Каждая волосиночка окрашена в несколько зон попринечных. У мальхунов этот окрас признан не так давно. Окрас называется Абиссинским, истинные представители, собственно, породы, с которой и начался, не имеет названия этот окрас, это Абиссинская или Сомали порода. Ну вот этот прекрасный окрас перекочевал нас благодаря заводчикам в эту породу. И теперь имеем таких замечательных представителей, очень ярких, очень эффектных. Потрясающий поставок шеи. У этого Ката, посмотрите, прямо поставок. Девочка, девочка, девочка. А, это девочка. Да, ну что? Она, что у меня была на экспертизе. Видим, посмотрите, какой правильный поставок. Сначала хорошая линия подбородка и линия очень-очень насковая. Ну, конечно, выставка кошек – это шоу, шоу, красоты, да. Вот такие вот кошки, недаром это самые-самые крупные кошки в виде домашней. Очень длинный хвост, роскошно обушеванный, отличное, очень тяжелое тело. Посмотрите, какие ноги внущие. Не смущался, махнул. Чёрно-серебристый отрас. Такие хорошие перспективы уже сейчас видны. Отличный постав глаз, хороший постав ушей. Достаточно крупные, прекрасная шерсть и очень чистое, хорошее серебро. С голубыми глазами. Прекрасное тело. Очень крупные уши, посмотрите, какие аромные кисточки. Хорошо выражена коробочка. Великолепный подбородок, красивый лифт подбородка и линия носа, и параллельные друг к другу. Которые год и семь, с полтора годика. Тоже, в принципе, малыш. До трех лет они изменяют. Все расходы. Экзотические, краткошерстные, персидские. Все это круто из датских каток. Достаточно высоты, милые, все короткие. Здесь хорошие пропорции. Здесь век. Толстые, восстанования, плитки. Такой правильный хвост. Короткая, мощная шея. Достаточно крупная голова. Широкий постав ушей. Мужки невысокие. Очень отличаются от тех, что мы видим сейчас в моих фонах. Ушки по ширине должны быть шире, чем с отраиного уха. Глаза, в течение этого матраса, должны быть только оранжевые. Если бы по иммунам, как и по великам, совершенно не было претензий. Не было цвета глаз. О британских фор. Я знаю, цвета британских фор. В линии сейчас, на данный момент, мы видим хозяйка. У нас хороша пушина. Можно тоже доставлять. Ой, прекрасный зверь. Отличный костяк. Очень тяжелое, плотное тело. Очень широкая шея. Охрублая голова. Но вот тоже британские коты развиваются очень долго. До трех лет они изменяются. Тут мы видим хороший постав глаз. Цвет глаз, как бы, чуть-чуть в развитии. Потому что, как бы нам нужно достичь этого синного цвета. Здесь оранжевый, медный цвет. Но вот, как бы, еще ярче нам все время точатся. Ярче. Отличный поставку шеи. Достаточно наполнена мордочка. Очень хорошо подготовлен. С хорошей температурой.